А теперь мы приглашаем вас в Тольятти, где в минувшие выходные на лыжной базе Волгского автозавода собрался бомонд лыжного спорта губернии. На празднике, посвященном юбилею одного из ведущих в прошлом специалистов лыжного спорта России, Геннадия Елдина, ему исполнилось 60 лет, встретились спортсмены трех поколений. На старт символической трехкилометровой дистанции вышли молодые лыжники, только начинающие свою спортивную карьеру, ведущие гонщики области и те, кто приносил славу Самарской губернии в прошлом. Заслуженный тренер страны Владимир Медведев, мастера спорта Валентин Щурин, Николай Горобей, Николай Пронин, чемпион мира Анатолий Иванов, главный пропагандист Вазовской лыжни Иван Дульцев и многие-многие другие ветераны и действующие спортсмены. Немало среди них было и воспитанников Геннадия Елдина. Владимир Михайлович, вот мой лучший друг, которого мы, так сказать, я его сменял, он меня сменял на спортивных, так сказать, поприщах различных. Думаю, что еще есть пора в пороховницах. Опираясь, так сказать, на молодых специалистов, будем делиться опытом и думаю, что лыжный спорт в Самарской области будет развиваться и дальше. Юбиляр лично вручал многочисленные призы за успех на лыжне. В итоге довольными остались все и участники, и сам организатор незабываемого лыжного праздника. Я счастлив просто. Почему? Потому что в лыжниках, как правило, праздников очень мало. Идет повседневный, ежедневный труд, а вот таких праздников общение на лыжне произвольно, значит, не на результат, а вот для здоровья ради, пройти дистанцию. И многие сегодня говорят с благодарностью, которые по 10 и больше лет не вставали, мы их сегодня вытащили, поставили на лыжи, они прошли, и только слова благодарности. Три поколения лыжников пришли. Ветераны, которые с ним в свое время поднимали лыжный спорт в городе Тольятти, в Самарской области. Те спортсмены, которые выступали за Кауибушскую, сейчас Самарскую область, его ученики. И пришло поколение новых лыжников, молодых, которые сегодня только еще, только начинают свой путь в лыжном спорте. И очень приятно, что они пообщались именно в таком вот возрастном уровне, знают истоки, знают, кто славу завоевывал для Тольятти, для Самарской области. Здесь чемпион мира Анатолий Иванов был, чемпион России Казанцев Владимир, Сергей Тугалук. Очень много сегодня присутствовало. И молодые мальчики и девочки, которые сегодня стартовали, конечно, запомнят и сегодняшних лидеров, кто здесь бежал. И тех взрослых руководителей, тренеров, спортсменов, которые сегодня пришли почествовать его. И я думаю, эта лыжня будет им счастливой. А сразу за юбилейным торжеством в Тольятти к нам пришло еще одно приятное сообщение. Тольяттинская гонщица Ирина Складнева, главная неудачница зимних Олимпийских игр в Нагана 98, так как она не вышла на старт ни одной гонки, в подмосковной Ехраме на этапе отбора национальной команды к чемпионату мира в Рамзау опередила всех сильнейших лыжниц страны на дистанции 10 километров свободным стилем. И только вслед за ней финишировали такие звезды мирового спорта, как Нина Гаврилюк, Лариса Лазутина, Анфиса Рестова, Ольга Данилова. Замкнула десятку сильнейших шестикратная олимпийская чемпионка Любовь Егорова. Складнева этой победой обеспечила себе место в национальной команде на чемпионате мира. Вот только удастся ли ей стартовать в Рамзау? Всего лишь год назад она поехала в Нагана, тоже чемпионкой России, и не стартовала. Потому что готовится Ирина вне сборной, самостоятельно, под руководством своего мужа Сергея. А тренеры сборной этого не любят. Славой в случае успеха, как известно, делиться обидно.